Многие в школьные годы становились объектом травли со стороны ровесников. В нынешнее время это называется буллинг. Он может проявляться по-разному, от неприличных шуток до физического воздействия. Как узнать, что ребенок стал жертвой психической атаки, как его защитить и что грозит агрессорам, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Буллинг отличается от обычных конфликтов, где силы могут быть равны. При травле нет баланса, и есть жертва, которая подвергается нападкам более сильной стороны. Буллинг можно разделить на психологический с помощью угроз и оскорблений, придумывание обидной клички, насмешки, шантаж, неприличные жесты и надписи. И физический, который проявляется в виде прямого насилия с телесными повреждениями и травмами. Удары, шлепки, подзатыльники, толчки и побои. У большинства жертв буллинга есть схожие особенности. Например, тревожность, неуверенность, пугливость, отсутствие друзей, замкнутость, физические и умственные отличия. Нестандартная внешность и стиль одежды, чрезмерная опека родителями. Из-за психологических особенностей жертва травли не всегда рассказывает о событиях в школе. Но взрослый может понять, что с ребенком происходит что-то не то, если обратит внимание на следующие признаки. Частое плохое настроение, замкнутость, молчаливость, потеря интереса к любимым занятиям, частые травмы, ссадины, синяки, ожоги, нежелание ходить в школу под любым предлогом. Крайнее проявление – это суицидальная настроенность. Эти признаки не всегда говорят о буллинге, но в этом случае необходимо обратить внимание на несовершеннолетнего. Взрослые должны разъяснить детям, какое поведение считается нормой, а что выходит за его пределы. Также важно научить очерчивать свои границы и безопасно отстаивать их. Растолковать, как адекватно реагировать, если становишься свидетелем травли или если буллинг направлен против него. Предупрежден – значит вооружен. Даже если в окружении ребенка нет агрессоров и причин для беспокойства нет, все равно побеседуйте с ним на эту тему. Стоит рассказать о таком явлении, как буллинг, и обещать всегда прийти на помощь в такой непростой ситуации. Если вдруг выяснится, что ваш ребенок оказался жертвой травли, установите доверительный диалог. Объясните, что вместе вы – сила и сможете перенести любые невзгоды. Скажите ребенку, что вы ему сочувствуете, понимаете, разделяете его переживания. Вы не будете его ругать, а только вы слушаете и поможете вместе принять нужное решение. Поблагодарите, что ребенок рассказал вам о своей проблеме. Обратитесь к учителям и попросите их вмешаться. Выясните у педагогов настрой родителей ребенка-агрессора. Нацелены ли они на адекватный диалог? Попробуйте поговорить с ними. Если разговор с педагогом не привел к улучшению ситуации, обращайтесь к руководству. Администрация совместно с социально-психологической службой школы обязана отреагировать на факт травли. Если ситуация продолжает ухудшаться, необходимо обратиться в полицию и социально-психологические центры помощи семьи и детям. Если вашего ребенка травят, нужно трезво оценить ситуацию. Есть что-то явно противоправное, надо действовать, используя те возможности, которые предоставляет закон. Агрессорам стоит помнить, что травля – это не просто дети подсапались, а преступление, за которое законом предусмотрена ответственность. Чем тяжелее был нанесен вред жертве, тем жестче будет наказание для обидчика. Продолжение следует...